привет народ тут с последнего времени честно говоря премов у меня в коллекции прибавилось прямо достаточно большое количество но я думаю это только по американцам одним достаточно хорошо видно и я что-то так подумала надо бы вообще разобраться в технике народу рассказать чё к чем почему ну и решил начать с вульф пака по поводу xm я думаю говорить нечего легкий танк брони нету особо да ну то есть вот это вот типок противокумулятивная защита и на этом как бы до свидания они я его буду сравнивать чуть позже вот с этим аппаратом но это потом давайте про вольф пака не так вольф пак у нас представляет собой колесную машину который ствол 105 миллиметров и рейтинг 10 и 0 в rb я играю только в рб поэтому буду рассказывать про него снаряды снаряду у этой машины м 900 и сейчас 522 миллиметра пробития вполне себе хорошо для сравнения если мы берем м1 квт у него топовый снаряд 372 миллиметра чуть позже об этом скажем и так зайдем сейчас с вами сначала в полигон и я сразу же на живом примере покажу его плюсы и минусы и потом пойдем в бой и так поскольку это колесная техника она обладает рядом преимуществ и рядом рядом недостатков и так значит первая машинка по своей динамике как и достаточно многие американские машины имеет скажем так нормальную динамику это мы сейчас опять таки с вами едем по дороге когда мы с вами сворачиваем на грунтовку я думаю все прекрасно понимают что динамику машины да она разгоняется но намного медленнее то есть в целом есть танки которые не зря задний ход у нас 12 километров в час это достаточно неплохо если нам нужно куда-то выехать однако людям которые вот в частности первую же нацию выбрали себе америку и привыкли к их вы нам будет тяжело почему потому что у вульф пака у вены как у советского танка ну то есть не очень огромные откровенно говоря в наличии имеется отличнейший тепловизор снаряды которые у него есть имеют шикарнейшую баллистику то есть в целом по своим ттх машина вполне себе из минусов опять таки это 18 снарядов и бывает такое то что допустим выезжает второй леопард встает очень вот жестким ромбом и при этом там от корпуса остается вот условно движок и естественно вы на один танк угробить и 3-4 снаряда ну короче говоря бы к у меня на нем часто кончается я стреляю много снарядов не жалею помимо этого если мы с вами посмотрим через рентген мы с вами увидим что башни у нас по факту не обитаем что дает вульф паку офигительное преимущество по сравнению с практически всей техникой в принципе в игре какое я думаю вы догадались то есть если условно мы находим низину мы в нее заезжаем у нас торчит только ствол ребят все соответственно для противника мы уже не такая простая цель да понятно здесь нас как-то нужно достать условно ну в принципе да эта машина позиционно отыгрывается от рельефов местности то есть ее необитаемая башня это ее главное прекрасно и можно если что сразу откатиться когда вы будете на карте типа финляндии и так далее где у вас достаточно большие прострелы вам надо знать карту куда вам нужно поехать почему потому что опять таки ребят машину надо сэйвить и надо учитывать и баллистику стабилизатор у нее отличный и как у любого колесника плюс следующего следующий мне сзади как вы видите находится одна очередь боеприпасов и около вот этих ребят еще прикол в чем когда вы на полной скорости на пустом быка будете лететь на точку вас будут стрелять но скорее всего у вас снаряды будут проходить даже не через центр а через зад вам будут просто сжигать топливные баки и на этом все то есть вам даже не придется тратить огнетушитель однако если вы это будете делать с боекомплектом ну сами понимаете взрыв пока никто не отменил возвращаемся сейчас как раз посмотрим как играется эта машина и вот запоминайте вот такой вот сетапчик он вам очень не очень пригодится опять таки если есть деньги и так карта северск 13 на с вами два респа справа и слева справа у нас находится город нас танк для города не подходит значит мы автоматом с вами едем вот сюда берем нашу машину и варианта 2 либо по первой линии либо по второй то есть вставать на холмик у нас не выйдет заезжать отсюда в резину на дорогу простреливать отсюда до либо как я люблю делать это рискованно но еду вот сюда почему рискованно потому что достаточно часто проезжают отсюда ребята с фланга вот на эту позицию сюда проезжают и по низу то есть мы становимся по сути окружены со всеми со всех сторон врагами окруженным быть ну сами понимаете не очень стабилизатора отлично работает пулемет американцев всегда на высоте тут как бы все ясно понятно если вдруг у вас находится еще и взвод какой-то с которым вы катаете это просто манна небесная потому что один контролит одну позицию второй контроля вторую позицию и это просто великолепно получается офигенный результат ну как видите мне приходится ребят высовываться для чего для того чтобы просто банально наводиться на точку и к сожалению вот этот кусок уже сразу видите то есть он открытый у меня первым уехал то есть у нас нет абсолютно никаких проблем с тем чтобы поразить какую-либо цель потому что у нас достаточно большое пробитие и даже если нам выносит башню 40 секунд ремонта и до свидания то есть целом все не так уж и плохо так мы с вами видим что на этом фланге у нас чисто плюс есть три союзника это говорит о чем правильно это говорит о том что надо ехать вот здесь очень нужны вы на этой позиции потому что мне сейчас придется полностью выезжать для того чтобы палить есть тут кто или нет и к сожалению зачастую противники есть противников много он один там будет идти даже ну до свидания ну как видите вот даже зенитка в борт меня начала шить и при том что он не выпил ходовой одного члена экипажа я все еще живой у меня все прекрасно вот за это принципе надо отдать должное амером ну опять таки надо дать должное в игровых реалиях стволу капец ладно разведаем все что могли мы накинем арту на с ташку разметная цель ничтожно отлично так кто-то еще в нас стрелял я не знаю кто я не знаю как я предлагаю сделать вот так стоим кайфуем опять таки вот видите я стою и при этом умудряюсь еще копить очки за то что я танковал ну уничтожили два танка мы разведали парочку цели мы отвлекли на себе огонь противников дали нашим время двигаться то есть в целом вполне себе хороший результат дальше я как раз хотел попрактиковаться на авиации полетать у американцев вот ребят для штурмовки я себе изначально топ-бр брал фантом и про него отдельно но трамм это просто это блин феноменальная машина вот честно она реально делает грязь причем самыми мелкими бомбами а самое крутое что в отличие от а-10 у него просто шикарнейший тепловизор просто бомбовый вот мы делаем захват цели и просто летим в ту сторону все захват автоматически у нас держится достаточно долго достаточно хорошо мы с вами летим и ни о чем вообще не думаем возможно я сейчас косикнул с локом возможно где-то рано выпустил бомбу и так далее но нет все работает отлично бомба начала корректироваться это хорошо ну честно скажу тут я зачастую сам просто косячу пожалуйста минус один мы с вами на высоте нам никто ничего сделать не может так убираем захват цели разворачиваемся с вражеского филда нам здесь особо делать нифига скорость не скорость пофигу взяли зенитку они опять-таки от зенитки до нас ребят порядка восьми километров то есть в целом это еще далеко не факт что он в принципе по нам попадет так где филд ой где я не могу эту цель захватить кого-нибудь другого нет и возможно я уже все что можно перелетел о скорее всего да у меня бомба сейчас ним пойдет ну да она не будет разворачиваться долго конечно но зато если вот вы нормально скидываете банально бомбу в идеале конечно пике вы царь и бог давайте кстати так и сделаем внимание на обозначенный сектор у нас к всему прочему еще отличные ракеты воздух-воздух вы слышите самолеты где-то если вы слышите его слышал один план на зенитке пофигу зачастую мы играем против советов там стрела у стрелы достаточно ограничены зона о клиент у близко где этот год все-таки поймал ну ладно я честно вам скажу я еще рак не фигово на нем летаю я в принципе плохо летаю пока на топ-бэйрах ну давайте возьмем вульфпак поскольку у нас вся интересная техника уже откисла мы знаем что у них есть две зенитки на правом респе поедем как раз ту сторону у нас есть птичка разведывательная но я к сожалению так и не взял себе в привычку ей пользоваться а надо бы виден кого-то не вас не есть нифига разменяюсь не страшно насчет анчик есть для примера вот ребята на 10 и 3 танк как видите теплак качество имеет хуже по динамике он повеселее просто потому что на гусеницах поэтому по бездорожью едет поинтереснее вся команда поехал на я пожалуй не буду придерживаться этой традиции нам надо еще что-нибудь обжать или фрагов набить принципе в данном случае меня устроит эту еду заточку много дает так что я пожалуй это труп честно говоря в последнее время все больше замечаю что намного проще стало намного проще стало играть без теплота то есть цель зачастую лучше видно просто с обычного пнв но и пнв господи без теплака просто с обычного бинокля кстати забагованные деревья это что-то с чем-то атакуете точку а атакуете точку ц внимание на указанный квадрат артиллерия координаты 4 уничтожить 4 отрываю огонь внимание на указанный квадрат союзные войска закладили точку заводи атакуйте точку с в а и и и и и и Друзья, победим! Нас спасли! Цель уничтожена! Ремонтируемся! Подкалиберным готово! Так, sorry, что затих, надо слушать звуки. Как бы все просто. Так, точку мы захватили, видели, пробили, точке их. Ну, про эту Абраху я вам расскажу чуть-чуть попозже. Потому что машины, конечно, очень однозначные для меня. Не могу сказать, что она абсолютно плохая или что она абсолютно хорошая. Но там есть вот категорические плюсы, есть категорические минусы. Так, я слышу поршневый самолет летает. На этом не показалось. Ну все, это камбэк. Красивая победа, все дела. Фигу вам не достанете. Так, ну и по итогу. Денег мы заработали. Да, понятное дело, что с усилителем. Но, как бы мы и без усилка подняли вполне себе. Как и опыта, собственно. В общем, что могу сказать. Если вы привыкнете к УВНам и будете более тщательно выбирать точки для выстрела. В плане именно того, что у вас ограниченная БК. Машина покажется вам очень имбовой. И она так и есть. У нее, за счет вот этой необитаемой башни. Если вы будете знать карту. Будете приезжать. Вставать на большой дистанции. Баллистиков и ПНВ вам это позволяют. Ну, не ПНВ. Теплак. Хорошо. Теплак вам это позволяет. И, соответственно. Вы спокойненько можете. Стоять настреливать. В вас попали, починили казенник, пошли дальше. Все. Тандемные ракеты, коммунитивы, все остальное. Кроме, пожалуй, фугасов, наверное. Пофигу. Так что машина отличная. Как-то так. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.